Поэтому в комментариях, пацаны, напишите, какой я раб, какой я конченный. Ну, всё в вашем стиле. Редлог о работе в Яндексе снимаем. А какой-то путь выживает. Смотрите, какая сейчас вкусность будет. Ёб твою мать нахуй. Так, друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас что получается? 8 марта. По времени, Димон, что по времени там? По времени около 11, как всегда. 10 чем-то, да, пока? 10.45, да. 10.45, что тачку уже немножко прогрел. Что у нас сегодня? Небольшое похолодание. Но оно где-то уже буквально 3 дня назад похолодание. Сколько там, Димон, на этом у тебя показывает? Где-то минус 2, минус 3. Что показывает? Что показывает, что показывает? А, минус 4, да? Ну, неплохо, минус 4 показывает, вот. Поэтому, что мы сегодня решили разжечь, получается, мангальчик. Помните, там в салоне один раз разжигали мангальчик? А сейчас попробуем в кузове разжечь. Главное, машину не спалить. Пожарим немножко коэффициенты, посмотрим, что будут, не будут коэффициенты. Всех дам, поздравляем с 8 марта. Всех мам, всех сестер и так далее. Всего вам самого хорошего. Будьте здоровы, благополучия, долгих лет живутей. Так, ну вот, Димон, полез. Да-да-да, полез сейчас. Зацепился, чуть не свалился. Но это бывает. Что, Димон, сейчас будешь мангал, да, там ставить? Мангальчик, да. Мангальчик, вот у нас, друзья, стоит. Стоит мангальчик. Ага, вот поставили мангальчик, да-да-да-да. Стоит мангальчик, да-да-да-да. Ну и все, зажигалочка в руке. А, поджигай, давай, распаливай. Коэффициенты плавятся, зажигаются. Зажигаются, да-да-да. А это значит, что денек сегодня удастся у нас мощный и топовый. Да, что от себя, пацаны, хочу добавить? Главное, тачку не спалить. А так, думаю, нормально все. Провоняется, да и хуй с ним, ебаный. Побрызгаем этим, знаете, освежитель воздуха. Это самый дешевый с пятерочкой, который в толчке, блядь, когда посрал там. Брызгаешь вот таким вот. Ну все, ребята. Все, ребят, мангальчик, пускай пока горит. Все, понятно. 6 тысяч коэффициент, два грузчика, большой кузов. Долгая поездка, 16 минут, деревня. Вот это давай. Поехали. Здравствуйте, Яндекс.Доставочка беспокоит. Смотрите, приняли ваш заказ. Ехать показывает 15 минут. В комментарии увидел, что будет. Понятно, третий этаж, лифта нет. Мешки с вещами, швейная машинка, улом ткани. Нас два человека, все сделаем, не переживайте. Все хорошо. Да, парни, вы знаете, что с сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Поэтому Эксперт Парк недавно запустил программу для работы парковым самозанятым. Эксперт Парк, друзья, это крупнейший партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка в России, а также сотрудничество с Яндекс.Едой. Так что, братцы, если вы хотите работать легально и ищите надежный парк с прозрачными и выгодными условиями для работы, я вам порекомендую Эксперт Парк. Что, пацаны, Эксперт Парк 2.0 это? Первое, пацаны, сниженная комиссия всего лишь 40 рублей в сутки, представляете? Второе, пацаны, это автоматические ежедневные выплаты без комиссии. Третье, братцы, это 4 сервиса моментальных выплат с минимальной комиссией всего лишь 2%. Ёпты. И четвертое, пацаны, у них предусмотрен бонус за каждого приведенного друга 1500 рублей. Также присутствует круглосуточная квалифицированная техподдержка и свой колл-центр. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка всего лишь 50 рублей в сутки. Ну кто таким может похвастаться, пацаны? Поэтому, братцы, переходите на сайт Эксперт Парка по ссылке в описании и узнайте больше о новой программе. Еще вы можете получить бесплатную юридическую консультацию. А если остались вопросы, можете обратиться в техподдержку парка или звоните в их колл-центр. Все контакты, братцы, оставлю под этим роликом в описании. Все, пацаны, подключаемся к лучшими. Будьте с лучшими. Пойдемте пока. Павел Артольевич, вы куда поймете этот ключ? У меня ключ. Я в дюймнице подъемник. Там на кончательной остановке в том месте. Там же подъемник. Это у Василий Петровский, да? Да, там у нас подъемник. Все, там охрана будет проходит. Там же что, только здесь положить придется. Да ничего, осталось что-то. Проколы. Все, все страшно. Сейчас мы можем запретить, что первая очередь. Хорошо. Хорошо. Заложили там не ваши? Не, не, не. Заложили каких-нибудь не будет. Заложили. Все? Давайте, да. Заложили там, позвольте. Так, получается, вот эти мешки, камни. А, вот эти наши? Да, 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 да. Ну, это ладно. Вот эти мешки. Вот эта машинка. Так, смотрите, вот эта машинка. И вот эти все мешки. Вот эти все мешки. Вот эти рулоны. Так. Так, пацаны, что я хочу сказать по поводу данного заказа. Данный заказ шикарный. Коэффициент 6200. Вещей много. Ну, третий этаж. Сами увези. За то, что будет в конце. Будет самое интересное. Завтра со мной вот тягаем. И, получается, вспомнился мне отрывок из песни. Вот есть такая радиоволна. Студия 201. И там такие, знаете, ниггерские темы. Там рэп. Черный и чернорабочий. Ноги волочат. Вот. Ну, получается, мы же темноволосые. Поэтому, наверное, можно нас отнести к чернорабочему. Да еще и обочие Яндекса. Да, да, да. Чернорабочие Яндекса. Чернорабочие Яндекса. Да. Ну, вот такое вот количество вырисовывается. Да, да, да. Пока такое. Тучи не лучика. В ночи два попутчика. Взгляды колючие. Ни дольчик, ни кучи. Кое-что покруче. Что там, Дима, смешно выглядит? Забавно выглядит. Смотрите, со мной вот знаете, можно подумать, что, ну, типа, легкое. Золо это, как ваш, загибает. Нахуй рад хуярить. Вот так, Яндекса, как-то, что-то хуярит. Так и не поспорить с вами. В комментариях, пацаны, напишите, какой я раб, какой я конченый. Ну, все в вашем стиле. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот. Порвался. Короче, у меня мешок на хуй. Все это на хуй отсыпалось. Поднялся. Попросил еще один новый. Сейчас покажу. Как меня система наказала. Так вот и выердуется на хуй. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и трагин, и лесок, ой, каждый колосок, помните, да, эту тему, братцы, из брата 2, как вот болезнь там подымался, только я в этот раз спускаюсь, да? Речка, небо голубое, это все мое, родное, всех люблю на свете я, что там, это родина моя, всех люблю на свете я, или можно вот так, все кефы люблю на свете я, а зелень все лохам. Уже практически заканчиваем загрузку, друзья, такое вот количество вещей выходит, получается, там все тоже закидано, вот, и что я хочу сказать, да, по самой поработать надо, конечно, но куда же без этого, Ну и в конце ждет самое интересное, самое вкусное, да, будете все смотреть, я хуеваю, бить, как они снова, все как всегда, как у них все удалось, да, да, им просто везет, да, как мой этот товарищ говорит, его тоже Александр, тезка мой, Сань, ты тебя просто везет, да, 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 пошли мы дальше, друзья, грузиться, на данном везении, да, а то, что, блядь, каждый день хуярим, это ничего, тебе один хуй будет. Все только на везении, такой вот заказик, такой вот полноценный переезд, с третьего этажа, вообще, ну, все, забито вот там на конце. Да, грубо говоря, что, мужики, здесь, получается, полноценный переезд, загружались с третьего этажа, там, получается, швейное производство, много-много швейных машин стоит, нам нужно было, вот, Дима, про Димасей, забрать вот эту вот машину, вот эту вот, ну, типа, тяжеловатая, мы хуйня, подо деньги платят, это же, как бы, работа, и в коробках, получается, ткань, поскольку, поскольку, знаете, что ткани, то не просто, что пух, ну, довольно-таки тяжелые, ну, опять, работа есть работа, поэтому, все нормально, работать надо, дальше глянем, что на выгрузке будет. Все, друзья, закрылись, загрузились, ехать нам 49 километров, 2 часа, 1 минуту показывает, с учетом всех пробок. Приехали пациент на выгрузку, время уже 7 часов вечера, вот, подъехали к какому-то подъемнику, сказали, что сюда. Сейчас ожидаем, нас должны встретить и показать, что, как, куда, и так далее, и так далее. Тебе не хлопочий, не хлопочий, ты ночь не наскучий, кто-то молча включит наш рэп, понимаю, че в гуще дорог вьющихся, в этой глуши зло и кучи, рождается великий и могучий, его напит накручиваю, разучиваю. Чёрные, чёрные, чёрные ночи, чёрные, 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 чёрные рабочие ноги волочи, видел в обочи. Чёрные, чёрные, чёрные ночи, чёрные, 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 чёрные рабочие ноги волочи, видел в обочи. Да, пацаны, как будто бы не влог о работе в Яндексе снимает, а какой-то путь выживания, блять, с этими лестницами, с этими всякими. Ну, да, чё, почти вылезли, немножко остаётся, ребят, ну, смотрите. Ну, давай, навалили. Неплохо навалили. Всё, мужики, выгрузились. Смотрите, какая сейчас вкусность будет. Ёб твою мать, нахуй. В 22, 700, блять. Уй-ю-ю-ю-ю-ю, блять. Яндекс, 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 Яндекс. Говно, 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 говно. О, так, чё, мужики? Всё, закончили мы этот заказик. Что у нас сегодня получать? 7 марта, да, пробки были жуткие, но и коэффициенты... Были сладкие. Были сладкие, да. Напомним ещё раз, блин, не успели под... А, как не успели? Успели ж мы подснять, да, Дмитрий, коэффициент? Конечно, успели. Ну, 6200 там с какими-то копеечками был коэффициент на этот заказ. Вот, на этот заказ мы с погрузкой, с дорогой и с выгрузкой, вот, с пробками, с дорогой потратили 5 часов 40 минут. Вот, представьте, а с клиента 22 плюс сняло. 22, 700, сами видели, да. Да, 22, 700, то есть, ну, вот, и как, вот, ну, вот, что нам про Яндекс плохого сказать? Была работа, мы, как говорится, не упустили, не ударили в грязь лицом. Не знаю, что, от себя вот я всё, что мог вам сказал, рассказал. Поработать надо было. Да, боевых тут надо было, вы сами всё видели, но... Мы как бы никогда не говорили. Просто так с воздуха упало или, блядь... Когда бабки нормальные платят, там, вот, честно, ребят, маленечко надо и попахать. Да вы сами всё знаете. Но там и отношения от людей хорошие, там, как бы, и попахать достаточно приятно. Да, да, вот, клиентам нет, клиентам никакого этого, то есть, вообще просто, ну... Никто по пятам за тобой не ходит, мозги не ебёт, но... Да, 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 вообще, то есть, да. Всё дружелюбно было, клиенты классные. По работе... Блин, ну, по работе, что? Ну, тяжеловато было, пацаны, признаемся, было тяжеловато. Да, немножко нужно было попахать, поишачить, а так, а так, а так как-то так. Будем и дальше вас стараться радовать своими, как говорится, прекрасными вкусными суммами. Вот, что ещё хотел сказать, что ещё хотел сказать? А, не знаю, да, да, да. Или что ещё, пацаны, от себя? Подключайтесь, ребят, реально к парку. К парку, получается, вот. Парк реально очень крутой. Поддержка классно работает. Вот, эксперт парк. Он реально давно на рынке. Сами можете вот наблюдать. И я думаю, наблюдаете, что многие блогеры этот парк с этим парком сотрудничают. Вот. Поэтому, братцы, честно, ничего никому плохого не желаем. Если... Ну, вот здесь реально самые крутые условия. Вот вы, честно, ну, ребят, наверное, сами понимаете. Мы за копейки не работаем. Там, где плохо мы, как бы, ну, не любим такого. Ну, и, вот. Реально хороший парк. Сами там работаем. Сами сотрудничаем. Блин, всё всегда нормально. И, как бы, вот. Реально, есть просто другие парки. Там и комиссия больше. То есть, вот, не знаю, как там с поддержкой, не с поддержкой. Но здесь реально очень чёткая комиссия. Очень выгодно, ребят, работать. Работать. Хоть ты самозанятый будешь парковым, это выгодно. Либо ты просто физическое лицо и будешь работать через парк. И платить за это очень маленькую комиссию. То есть, напиши им, как говорится, на сайт. В туб, блядь, на сайт. В чат, ватсап или в телеграм. Поддержку, да, тебе помогут. И всё там обсудите, всё расскажут. Подключение, как и в любом другом парке, всё быстро. Что там, ну, всё фоткаешь, права, не права. Поэтому, братцы, как-то так, вот. Понятно, знаете, ребят, ну, понятно, что мы это всё не просто так делаем. Это не наш именно парк. Но парк реально классный. Вот. И, блин, никаких претензий у меня к нему нет. А потом по Свердпарк перешли. И, ну, заказов стало реально больше. Вот, пацаны, даже сами можете, да, сравнить, проверить. Никто никого, как говорится, за уши не тянет. И обманывать здесь не будет. Всё, рептики. Всё, друзья. Не забывайте, да, написать в комментариях. Я думаю, нам с братом было бы очень интересно почитать. Смогли ли вы заработать в данный денёк. А то есть 7 марта. На этом, да, данный видеоролик подходит к концу. Обязательно оценивайте его своими лайками, также дизлайками. Подписывайтесь. Ну, а пока, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова